Дневной разворот Вот такая вот история Ну, знаешь, я знаю много историй, когда через благотворительные фонды отмывают деньги, но чтобы... Казино? Ну, это казино... Это прям дерзко Это просто такая комната без окон с автоматами и вот эти вот однорукие бандиты, которые запрещены у нас с 2009 года Но тут они то и дело появляются где-то в городе, в области И мы их видим иногда даже просто на улицах, ну не то, что на улицах, а в каких-то таких магазинчиках 24 часа, допустим И тут встает действительно вопрос Ладно, эти семь дам назывались благотворительным фондом А что же делать, когда вот ты просто идешь и видишь... Вот ты видела эти автоматики такие? Они часто еще выглядят как терминалы для пополнения счета телефонов На самом деле, может быть, просто не обращала внимания, но мне попадались прям заведения, на которые я смотрю, то есть на вывеску И понимаю, что, скорее всего, там стоят вот эти вот автоматы и люди играют Да, это еще называется иногда лотерейными клубами Ну что-то вроде такого, да Но они часто бывают замаскированы под фонбет Я забыла, как это называется, господи Нет, это ставки, но мы не будем сюда приплетать фонбет Нет, я имею в виду, что они оформлены примерно в таком же стиле То есть ты, когда идешь, ты сначала думаешь, что это слово, которое я забыла, да, ставки на спорт А потом, когда присмотрелся, ты уже понимаешь, что похоже, что нет Скорее всего, там играют немного по-другому Ну вот, и мы сегодня это сейчас выясним с Натальей Костиной, руководителем уголовной практики Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры Вот, она должна быть у нас скоро на связи А как всемиром-то они объединились? Или как они вообще нашли друг друга? Как-то там эта новость? В новости это сообщается? Почему именно благотворительный фонд? То есть они какую-то деятельность хотя бы показательную, как благотворительный фонд вели или были зарегистрированы как благотворительный фонд? Они были, видимо, зарегистрированы как благотворительный фонд или это помещение Я не могу тебе точно сказать, потому что этого в новости нет Тут просто указано то, что вот эти семь жительниц города Кирово-Чепецка возрастом от 21 года до 48 лет, действуя в группе, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием интернета в нежилом помещении, расположенном на улице Карла Маркса города Кирово-Чепецка, если интересно. И данная незаконная деятельность была замаскирована под деятельность благотворительного фонда. То есть я не знаю, как они замаскировались, это может быть вывеска? Нет, скорее всего, наверное, это просто юридически было замаскировано. Вряд ли. Ну, хотя, может быть, и вывеска была. Если вдруг кто-то из Кирово-Чепецка и проходили мимо этого благотворительного фонда, который вдруг оказался в казино, напишите нам, расскажите, как это все работало. Да, можно даже позвонить 211-101, мы будем рады выслушать эту удивительную историю. Но, возможно, когда-то вы уже попадали в такую ситуацию, когда... О, все, я... Да, я помогала, попадала в такую ситуацию. То есть я знаю несколько таких вот точечек и вижу иногда каких-то странных людей, которые трутся рядом с этими автоматами пополнения телефонов, как они выглядят. Но на самом деле ты туда суешь купюру и начинаешь играть в такие вот штучки, как там, чтобы выпало семь вишенок или там много разных... В смысле, прямо в городе? Да, прямо в городе. Тебе могу после эфира рассказать, где это будет странная реклама сейчас, если... Нет, я просто подумала, что я, скорее всего, сейчас буду присматриваться, потому что, возможно, некоторые из них я не обращаю на них внимания, потому что действительно думаю, что это обычные терминалы для пополнения телефона или еще что-то. Хотя у меня всегда возникает вопрос, кто сейчас вообще через эти терминалы пополняет. Но, похоже, никто не пополняет. Видимо, все так, как ты рассказываешь, там просто играют. Ну, вообще, насколько я знаю, что было в 2009 году, да? Говоришь, что все это дело запретили. Я знаю даже людей, кто под Ростовом, да, по-моему, у нас игровая зона, дай бог памяти. У нас пять игровых зон, и там... Вот первая, по-моему, была под Ростовом открыта. Я знаю даже людей, которые после того, как все это дело стало уголовно наказуемо, уголовно преследуемо, отправились на ПМЖ под Ростов. С одной единственной целью, чтобы продолжать играть. Так, у нас, к сожалению, случилась такая ситуация, то, что мы не можем связаться с Натальей Костиной и поговорить о том, какие же лазейки есть для этого подозрительного бизнеса. И я думаю, то, что тут нам останется сказать, что... Я вчера нашла статью у коллег на открытом Нижнем, то, что в Нижнем Новгороде у них такая же проблема. Я думаю, на самом деле, такая проблема во всех регионах, где этот игорный бизнес стал нелегальным, потому что азартные люди никуда не делись, и если они есть, значит, можно на них заработать. То есть появляются какие-то ушлые люди, которые, может быть, до того, как их обнаружат правоохранительные органы, а может быть, просто находят общий язык или лазейку и устанавливают таких одноруких бандитов только немного другой формы. И тут такой материал интересный, как девушка-журналист, она пыталась организовать этот бизнес. То есть она звонила по всем адресам и номерам в интернете, которые продавали эти автоматы, и спрашивала, можно ли их приобрести. И оказалось то, что можно, но только ее предупредили там, что она действует на свой страх и риск, если она в большом городе. И тут есть такая цитата. Вы в Москве его хотите поставить, в Нижнем, но если у вас там милиция так к этому относится, и все же я боюсь, что ваша дальнейшая жизнь будет испорчена после захода участкового или еще кого-нибудь. Эти терминалы работают через определенную систему. Это не совсем законно. Ну вот жалко, да, что Наталья не смогла к нам подключиться. Мне просто интересно, они вообще, продавать-то их можно? О, у нас есть. Так. Все. Алло, Наталья, вы с нами? Нет, что-то интересное все-таки происходит. А, нет, все с нами. У нас на связи Наталья Костина, руководитель уголовной практики Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнера. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Вот Соня сейчас рассказывала, да, ситуацию про журналистское расследование, когда журналистка попыталась открыть такой подпольный игорный клуб, и, как оказалось, купить вот эти автоматы игровые достаточно легко, несмотря на то, что продавец предупредил, что, в принципе, вести такой бизнес нелегально, а продавать их вообще можно абсолютно без какой-либо опасности, там, головного преследования, еще что-то? Я думаю, что да. Продажа самих игровых автоматов, она ведь состав преступлений не образует. То есть, если мы обратимся непосредственно к уголовному кодексу, это статья 171.2, незаконная организация и проведение азартных игр. То есть, необходимо как организовать, так и их проводить для того, чтобы был состав. И обязательно это делать нужно вне игорной зоны и без получения лицензии. А может быть, кто знает, может быть, вы покупаете игровой автомат, собираетесь получить лицензию и осуществлять деятельность в горной зоне. Да, все правильно, я об этом просто не подумала о легальных зонах. Да, но если стоит этот автомат где-нибудь, вот я знаю один магазинчик, 24 часа, где стоит такой автомат? И вот он просто там стоит. Это называется организацией проведения вот этих азартных игр вне игровой зоны, потому что мы явно вне игровой зоны? Он стоит подключенный, он функционирует, люди им пользуются, возникает вопрос. Да, то есть... Соответственно, это организация и проведение азартных игр. Хорошо, а следующий вопрос. Вот если я вижу такой автомат, и меня беспокоит эта ситуация, потому что я допускаю, что там какие-то дети, школьники могут приходить туда и спускать, не знаю, свои родительские деньги, и вообще считают, что это плохо. Куда мне нужно позвонить или что я могу сделать, чтобы это место проверить? Я думаю, что вы можете обратиться в правоохранительные органы, как в полицию по всем известным номерам, в устной форме, да, по телефону, подать сообщение о преступлении или о предполагаемом преступлении. Ну, то есть довести до сведения правоохранительных органов эту информацию. А можете в письменной форме обратиться в прокуратуру, в полицию. А есть вообще какой-то такой вариант, что он там легально стоит? То есть есть ли у нас какие-то такие лазейки, что вот можно поставить машину, которая принимает денежку, там происходят какие-то игры, и эта денежка больше ко мне не возвращается, а, возможно, вернется какой-то другой выигрыш? Или вот условно говоря, то есть это может быть какой-то автомат, который совмещает в себе несколько функций, и часть этих функций легально? Я думаю, что, наверное, нам с вами сложно будет разобраться в этом вопросе, а вот правоохранительные органы, они, безусловно, смогут определить, законна такая деятельность или незаконна. В любом случае за сообщение о преступлении или о предполагаемом преступлении, о предполагаемом, да, вы ответственность не понесете, это ведь незаведомо ложный донос. То есть у вас возникли сомнения, вы обратились. Правоохранительные органы обязаны отреагировать. И по-хорошему у нас не должно быть игорных клубов, то есть у нас это точно запрещено, и нет варианта, что они бывают легальными. А вот лотерейные клубы, допустим? Однозначно, однозначно. И вот смотрите, на что я обратила внимание, да, вот посмотрела сам свою статью, почему у нас это происходит, да, это нередкое явление. То есть я часто слышу о том, что у нас какая-то незаконная игорная деятельность там в Кирове, в Кировской области выявляется. У нас, в общем-то, ответственность за это очень небольшая. Соответственно, люди не боятся заниматься такой деятельностью. Наверное, она приносит просто больше доход, нежели несет в себе потом расходов. Если это не группа лиц, не предварительный сговор, не излечение дохода там в крупном размере, то это всего лишь штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. И могу здесь, как адвокат, ответственно заявить, что по такому уголовному делу очень легко, как сказать, прекратить это уголовное дело без вынесения приговора, без судимости, соответственно, прекратиться судебным штрафом. То есть, вот так. Спасибо большое, Наталья, за комментарии. Это была Наталья Костин, руководитель уголовной практики Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры. Мы прервемся на полминуты и вернемся уже с другой темой. Продолжается дневной разворот, и, как мы обещали, переходим от уголовной практики и игровых клубов Кирова-Чепецка к экологии. Я бы сказала, возвращаемся к экологии. Возвращаемся к экологии. Очень хороший день, когда мы говорим о здоровом и зеленом. У нас в гостях Александра Плосконосова, заместитель директора Центра развития творчества детей и юношества города Кирова, куратор российского движения школьников в Кирове. И новость, с которой пришла к нам Александра, это то, что школьники сделают для кировчан эко-сумки. Здравствуйте. Да, все верно. Здравствуйте. Очень рада всех слышать. Очень рада, что меня все слышат, потому что могу поделиться информацией о проекте, который мы создаем совместно с активистами российского движения школьников, ну и, соответственно, с воспитанниками центра, в котором я работаю. На самом деле, проект вообще создавался очень интересно, потому что изначально тема экологии нас волновала. Но мы не знали, чем бы таким можно заняться. И очень много всего делается по сортировке мусора, еще каких-то вещей. То есть школьникам, ну, знаете, наверное, да, рассказывают постоянно, что вот у нас есть отдельные контейнеры, да, можно там пластик сортировать, можно еще что-то сортировать. Но на самом деле, наверное, проблема-то глубже. Мы уже боремся с мусором, но наш проект все-таки направлен на осознанное потребление, и как раз-таки осознанное потребление через отказ от пластиковых пакетов, и заменить эти пластиковые пакеты на эко-сумки, сумки из ткани. Вот. Механику проекта рассказать, наверное, нужно, или как вообще? То есть, да, вот эти школьники, воспитанники творческого центра детей юнешнего города Кирова, просто они садятся и по 12 часов в день шьют, как китайские дети. Как это происходит? Вот всегда, когда презентую проект, говорю, что на самом деле мы будем, ребята, не как китайские дети в подвале школы, там на машинках шить сумки. Нет, на самом деле не так. У нас изготавливается тысяча сумок. Одну сумку шьет один ребенок. То есть, здесь ребенок выступает как объект, так и субъект в этом проекте. То есть, он, во-первых, воздействует на окружающих. То есть, ну, смотрите, мы закупаем сейчас 500 метров ткани. Ну, это полкилометра ткани. Это на тысячу сумок. Соответственно, эти сумки, эту ткань мы режем на тысячу сумок. Вот. Ну, и раздаем в школы. То есть, в школу нам присылают заявки на участие. Вот. Потом один ребенок изготавливает одну сумку в школе. Мы их собираем, эти сумки, и на площадке наших партнеров, компания «Глобус», которая нам предоставляет материалы, там, ткань, нитки, термонаклейки, чтобы эти сумки были брендированы. Вот. Мы потом эти пакеты, эти сумки будем реализовывать уже на площадке «Глобуса». То есть, любому жителю города можно будет принести свой пакет с пакетами из дома и обменять, соответственно, вот на эту тканевую сумку. То есть, даже не купить, а просто обменять? Нет, конечно, мы их не будем... У нас некоммерческий проект, это добровольческая инициатива, вот. Соответственно, просто обменять, да, пакет с пакетами на сумку и ходить с этой сумкой в магазин, не брать кучу пластика, который разлагается там по 400 лет. То есть, а какой... Насколько велик должен быть пакет пакетов? Или нет конкурса пакетов? Нет, конкурса пакетов с пакетами нет. На самом деле, просто суть в том, чтобы отказаться от пакетов, которые есть у вас дома, и использовать тканевую сумку. Потому что шоперы правят миром. Мы, когда прочитали эту новость, в редакции сидели, обсуждали, и вспомнили, опять же, вот этот пакет с пакетами, у меня, на самом деле, дома из различных поездок по Европам скопилась уже, я не знаю, коллекция, мне кажется, эко-сумок всех материалов, размеров, цветов. И почему я их не использую? Я их не использую, потому что мой пакет с пакетами используется впоследствии для того, чтобы выбрасывать в них мусор. И мне кажется, что, наверное, я не одна такая, но не так много мусора, но хотя у тебя большая семья, много мусора, получается, ты производишь. Но если его сортировать, я тебе скажу, как человек, который сортирует мусор, вот этих вот отходов как раз бытовых, которые не перерабатываются, не разлагаются, в общем, которые надо куда-то деть именно в мусорку непосредственно, вот этих общих отходов, их совсем немного остаётся. Потому что если стекло, картон, жесть и все виды пластика, которые можно отнести в пункты переработки, то, в общем-то, с шопером можно жить. Да, иногда у нас сейчас возникает проблема, что у нас нет пакета для того, чтобы вынести мусор. Но через некоторое время он каким-то образом находится. Ну вот мне на эту фразу Ольга Болезина, главред наш, сказала, что ты же можешь купить пакеты для мусора. Я говорю, ну да, но ведь я таким образом всё равно покупаю опять пластик, получается какой-то круговорот. Ну, есть ведь пакеты, которые, ну, разлагаются. Ну вот они же тоже под вопросом, да, их экологичность. Биоразлагаемые пакеты, это ещё хуже, потому что они разлагаются на микропластик, и потом они входят в растение. Ну и в определённых условиях они ещё там разлагаются. Да. Ну, в общем, для меня это какой-то пока нерешённый, в общем, вопрос. Я не знаю, как, что с этим сделать. В осознанном потреблении, допустим, приходите вы в магазин и набираете один огурчик в один пакетик, положу помидорку, в другой пакетик положу ещё что-то. Этот пакет у вас служит, ну, буквально, там, пять минут, пока вы от магазина идёте до дома, а потом вот эти пакеты вы же выкидываете. А есть специальные... Так, в которых огурчик, помидорчик несёте. А есть специальные сеточки, которые ты приходишь и складываешь все овощи вот в эту сеточку, так. Но тут, конечно, всегда нужно продуманно очень идти в магазин, то есть брать с собой достаточное количество каких-то сеточек либо пакетиков, которые уже имеются. Это всё класть в шоппер. И вот с этим вот набором идти в ближайший супермаркет и там удивлять всех кассиров, потому что они реально удивляются, когда я говорю, что не нужно мне два мандарина класть в полиэтиленовый пакет, их можно просто, ну, взвесить отдельно, они, ну, два, не убегут. А всё остальное, ну, там мясо вот это вот на подложке, оно же тоже всё там 100-500 раз перемотано вот этой пищевой плёнкой. Пищевую плёнку можно переработать, а вот подложку, к сожалению, нет. Да, есть свои издержки. У нас пока всё не так просто, и у нас нет закона против пластика. И на самом деле химики, они несколько спорят, нужен ли нам закон против пластика, потому что то, что рубят деревья и делают из них бумажные пакеты, там тоже вред экологии есть. А весь полиэтилен, который мы используем, практически весь, он делается из того газа сопутствующего, который при добыче нефти получают. И если не делать из него полиэтилен, то его будут просто сжигать. И тогда будет тоже носиться вред экологии. То есть тут как ни по идее, всё равно есть какие-то издержки. С этим нужно как-то жить. Ну и можно просто отказаться от того, от чего мы можем отказаться. Если есть вариант пойти с тканевой сумкой и использовать меньше пакетов, почему нет? Так же, как и, допустим, сметана. У нас есть большой ассортимент сметаны, и благодаря нашей молочной промышленной области, области промышленности, всё хорошо, в общем, у нас с молоком. И есть сметана в баночках, которые не перерабатываются, а есть сметана в баночках, которые перерабатываются. Сначала всё кажется очень заумным, а потом втягиваешься. Они как-то обозначены на упаковке, что она перерабатывается? Или как распознать эту баночку? У нас есть маркировки пластика все, которые ставятся внизу на пластиковых баночках. Скажи мне, пожалуйста, что есть какое-то приложение, которое помогает тебе жить. То есть ты заходишь туда, сметана, та-та-та, вводишь какие-то названия, и там тебе выдаёт опасность, danger. Ты видишь, нам повезло в России, у нас все обязаны маркировать пластик. На самом деле в Европе, допустим, пластик не маркируется, но там люди просто его сдают всё в одно место, там уже как-нибудь разбираются те компании, которые занимаются мусором. А у нас, если написано шестёрочка, шестёрочка или троечка, или семёрочка, то ты их не берёшь. А там, где написано пятёрочка, единичка, ты их берёшь. И можно их сдать, вот, там, не знаю, пятка без мусора, убежище вторсырья есть у нас в местечке. И там какие-нибудь единички принимают даже... Вот тут у нас прямо под боком у редакции пункт приёма всякого вторсырья, куда такие социально необеспеченные элементы носят всё, что найдут на районе. Вот, туда можно сдавать пластик-единичку. Я сейчас просто произнесла мысль там, да, про приложение, и подумала, что на самом деле необходимость, мне кажется, в таком ресурсе... Это наш следующий будет проект. ...образовательном, который бы нёс в себе какие-то вот просветительские функции, казалось бы, там, элементарные вещи, да, и то есть я не первый раз там общаюсь с активистами, но даже вот Соня сейчас мне сообщает какие-то новые для меня факты. Да, Александра, вот после того, как вы научите детей шить, можно научить их делать приложение? Можно научить их делать приложение, да, можно расширить проект, но вообще на самом деле у нас проект не заключается только на том, что дети сошьют сумки, то есть у нас будут мастер-классы, допустим, по изготовлению этих же сумок из футболок. Допустим, как из футболки сделать, когда у вас есть футболка и ножницы, всё, как сделать себе стильную классную сумочку, с которой можно ходить в магазин за продуктами. Мастер-класс будет по базовому гардеробу, да, то есть, ну, как вообще не накупить себе кучу вещей, которые вы наденете один раз, и там всякие они токсичные и так далее, и так далее. В этом у нас тоже есть партнёры, это проект TalksFree, то есть они нам помогают в мастер-классах. Вообще достаточное количество у нас партнёров, это здорово, что люди сейчас переходят на экологию, стремятся быть экологичными, экологично мыслить, вот. И, соответственно, будет мастер-классы для школ, будет изготовление сумок, и в конечном итоге будет, мы планируем сделать в мае, пригласить всех школьников, которые участвовали в проекте, изготавливали сумки. У нас есть там амбассадоры проекта, тоже дети-школьники, которым близка тема экологии. Вот, мы постараемся всех собрать в одном месте, вот, и провести такой первый молодёжный эко-эвент. Ну, то есть это не коммерческий проект, повторюсь, и просто поделиться какими-то мыслями по поводу экологии, может быть, вот какие-то мастер-классы образовательные провести как раз по пластику, по сортировке ещё. А у партнёра, да, вот вы упомянули, что много сейчас появляется людей, там, компаний, которые заинтересованы в том, чтобы вести какой-то там экологичный образ жизни, вы партнёров этих сами находите или они сами выходят на вас? То есть уже у кого-то там проснулась сознательность, и они ищут, куда себя пристроить. Ну, кого-то мы сами находим, да, кто-то находит нас, то есть мы открыты к партнёрству, да, потому что, ну, понятно, что там материалы какие-то нам закупили, ну, допустим, информационная какая-то поддержка, ещё что-то, это всегда радует, и всегда мы рады видеть в наших рядах таких партнёров. Я предлагаю чуть-чуть пораньше уйти на паузу, а потом мы поговорим, мне бы хотелось очень поговорить о том, как всё равно ведётся вот работа с детьми в плане именно формирования вот этого экологичного настроя, я не знаю, на будущее, на переработку сознания, да. Продолжаем дневной разворот. Вот Дарья Топузлива, Соня Адёмина, в гостях у нас Александра Плосконосова, замдиректора Центра развития творчества детей и юношества города Кирова. Александра курирует российское движение школьников в Кирове. Начали мы говорить о самом проекте, да, но немного углубились в пространное размышление, да, об осознанном. Но, тем не менее, вот мне интересно, да, заканчивается ли всё на том, что вот дети шьют эти сумки, им вроде бы объясняют, да, для чего эти сумки шьют, но всё крутится вокруг процесса там шитья. Или наоборот, процесс этого шитья будет сопровождаться там, я не знаю, какими-то лекциями, формированием вот этого осознанного потребления ещё как-то. Ну, то есть не просто сшить эту сумку, а приобщить детей действительно там со школы уже... Ну, как бы, ладно, старшее поколение мы там, может быть, ещё как-то нам очень трудно там в это входить, смотреть эти банки там со сметаной, что перерабатывается, что нет. А детей ведь можно к этому просто приучить со школьной скамьи, у них не будет уже никаких проблем с тем, чтобы сортировать мусор, задавать его в переработку. Ну, я уже говорила, да, что на самом деле изготовление эко-сумок и их распространение – это, наверное, малая часть проекта, потому что будут и мастер-классы, будет стартовое мероприятие, да, проекта, когда мы будем выдавать вот эту ткань для сумок школам. Ну, у нас на минуточку заявилось 45 образовательных организаций поучаствовать в этом проекте. Это очень здорово. Ну, и получается, что на данный момент 880 мест на изготовление сумок занято, и, ну, остаётся там ещё 100 мест, можно заявиться, но я думаю, что это будет... ну, возможно, их уже нет. Вот. И, соответственно, школа к нам приходит, мы тоже проводим стартовое мероприятие, где, естественно, говорим и про экологию, и про сортировку мусора, и про осознанное потребление в целом. Вот. Ну, и я говорила, что это итоговое мероприятие. Вот. Вообще, проект, естественно, если он пройдёт успешно, то его можно будет расширять, потому что... Ну, мы посчитали, что около 8 миллионов пакетов реализуют торговые сети продуктовые у нас в городе в один месяц. Один месяц город Киров торговые сети реализуют 8 миллионов пакетов. Так, это же на каждого человека в Кирове, получается, по 32 пакета. Ну, посчитали, и вот такие цифры. Вот. Так, о чём я говорила-то? О цифрах. Я просто немножечко сейчас сама расстроилась. Вот. И вот. И получается, представляете, 8 миллионов, а мы изготовим всего тысячу сумок. Да. Это капля в море на самом деле. И было бы здорово, конечно, на следующий год проект расширить, увеличить. Вот. Поэтому я думаю, что мы не будем останавливаться, если всё у нас удачно сложится. Вот. Ну, и что касается вообще экологического воспитания в целом, то в школах города Кирова существуют экоотряды, да, то есть ребята там и макулатуру собирают, и как-то перерабатывают бумагу, то есть какие-то свои ярмарки, ещё что-то организуют по экологии. То есть, ну, на самом деле работа в этом направлении ведётся. И если рассматривать российское движение школьников, то есть российский проект «Экотренд», куда как раз-таки подаются заявки от экоотрядов со своими проектами. То есть можно посмотреть, что в России в целом и в Кирове достаточное количество вот этих экоотрядов, которые создают свои проекты. Тут я сказать должна, что ошиблась. Не по 32 пакета в месяц на человека Кирова, а по 16 только. То есть все выдохнули по 16, ладно, не по 32. Вот проект о воспитании, да. Мультик есть такой британский «Свинка Пепа». И вот он дома вот у меня фоном играет, и, ну, как-то вслушиваешься, но особо там всё равно информацию-то всё не анализируешь. И в какой-то момент я сидела вот и осознанно смотрела этот мультик, и там, значит, свинка подходит к маме и спрашивает у неё про мусор, там мама куда выбросить мусор. Мультик для младшего детского возраста, то есть вот прямо там для тоддлеров там трёх лет. И мама свинки говорит, «Пепа, мы мусор не выбрасываем, мы его сортируем». Я думаю, вау! Это детский мультик, он для трёхлетних детей. И в этом детском мультике вот в такой вот форме детям объясняют, что мусор не выбрасывают, мусор сортируют. С самого начала надо действовать. Александра, вот такой момент, то есть это вот конечное мероприятие, которое будет для тысячи школьников, которые принимали участие в пошивке. Не знаю, как сказать, создание сумок. Что делать, если вот я мама ребёнка, и его школа не участвует в этом проекте? Но я бы очень хотела, чтобы мой там сын, дочь, они всё-таки приобщались к осознанному представлению о жизни, куда пойти, как, может быть, вас найти. Ну вообще, на самом деле, центр, в котором я работаю, находится на профсоюзной 43, это угол профсоюзной Володарского. Туда можно обратиться. И обязательно подскажут, что делать дальше. Если смотреть через социальные сети, можно найти российское движение школьников «Кировская область» или «Центр развития творчества детей и юношества города Кирова», так группы и называются, найти меня там в контактах и написать. И я думаю, что мы найдём местечко для каждого в нашем проекте. То есть это реальная и это, насколько я понимаю, бесплатная получается ситуация? Да. Ещё раз повторюсь, проект у нас некоммерческий. То есть Российское движение школьников – это общественно-государственная организация. То есть там никто ни за что не платит. Наш центр – это тоже государственное учреждение. И проект некоммерческий. Александра, да, вы упоминали там различные экоотряды и активистов. А вообще в целом школьники, если брать среднестатистического школьника, который не вовлечён, возможно, в какую-то там общественную деятельность, активистскую, не принимает участие ни в каких мероприятиях, насколько они вообще восприимчивы вообще к этой философии осознанного потребления, к экологии, к эко-сумкам? Ну, на самом деле я хочу сказать, что дети, особенно подростки, которые много читают, много чем увлекаются, они очень осознанно относятся к экологии. То есть вот у меня есть пример. Девочка, которая как раз-таки узнала о нашем проекте, сама нашла меня и решила стать представителем проекта у себя в школе, подключила там школу к проекту, они подали заявку. Она очень осознанно ко всему относится. Несколько лет назад она стала вегетарианкой. Потом она поняла, что вот сейчас ей нужно заняться ещё экологией. То есть год назад она начала сама сортировать мусор, приучила к этому своих родителей. Ну и то есть сейчас она приучает к этому своих ровесников. Да, понятно, что не все восприимчивы. И все мы разные. Кому-то это интересно, кому-то неинтересно. Кто-то хочет заниматься, кто-то нет. Но мы, наверное, делаем всё для того, чтобы таких ребят было больше. Даже если посмотреть движение Fridays for Future, которое в Кирове представляет Федя Калинин, мальчик-одиннадцатиклассник, насколько я помню, во всяком случае оно состоит из подростков, из ребят, которым ещё нет 20 лет в большей степени. Ну, я на самом деле вообще очень люблю все вот эти вот истории. И каждый раз я их коллекционирую, запоминаю. И каждый раз, когда где-нибудь возникает вот этот вопрос, не вопрос, а фраза про детей, которые пошли глупые... Не тем путём идёт молодёжь. Вот я всегда вот эти все примеры один за другим. Я говорю, как вы вообще можете это говорить? Ну, то есть я сама там короткое время преподавала в школе, но это было давно. И абсолютно тогда уверовала в то, что эти дети, они не глупее, они умнее нас, просто они умнее по-другому, и информация другая, они по-другому с ней работают. И то, что эти дети не знают, как выглядит Владимир Ильич Ленин, да и чёрт с ним с этим Лениным, зачем им знать, как он выглядит? То есть если они объединяются в какие-то сообщества, чтобы спасти ваш же город впоследствии, да, и наладить в нём экологию, зачем им все эти старые, никому не нужные сведения? А в мастер-классах могут участвовать только школьники? Или можно родители тоже с собой приводить? Вот смотрите, мастер-классы будут проводиться на базах школ, да, которые подали заявку на участие в проекте. Ну, соответственно, тут уже будет зависеть от школы. Ну, то есть если педагог решит пригласить и родителей, и детей, и вместе вот семейно, да, заняться вот этим мастер-классом, изготовлением сумок, почему бы и нет? Ну, то есть ограничений нет, то есть нет такого, что так, вам больше 18 лет, вы, к сожалению, не сможете изготовить эко-сумку. Нет, конечно, нет, могут принять участие во всех мастер-классах все желающие. Проект одноразовый или вот то масштабирование, о котором вы говорили, оно как раз про сумки, или туда будет что-то добавляться, или вот эко-сумки, вот мы будем их шить там на протяжении какого-то длительного времени, чтобы это была не тысяча, а в супермаркетах люди привыкли, что они приходят, и у них есть там всегда выбор. И берут каждый раз вместо пакетов сумки, да? Ну, нет, ну, тут вот тысяча человек взяла, да, в следующий раз взяла еще тысяча. Там надо постараться, нужно уже принести свой пакет пакетов, то есть это не просто я шел мимо по пути, захотел купить 3 килограмма картошки, и, о, тут классная сумка, я ее возьму, пожалуй, вместо пластика. Ну, я думаю, что, простите, Александра, перебью вас, мне кажется, что большинство людей ходят, как правило, в одни и те же магазины. То есть это какой-то там супермаркет, магазин, который у тебя рядом с домом, поэтому я думаю, что если ты сегодня не пришел туда с пакетом, с пакетами, то ты придешь туда завтра и получишь свою эко-сумку. Перебила вас, говорите. Смотрите, у нас проект, цель проекта – это вообще осознанное потребление, привить жителям города Кирова осознанное потребление. Вот, я думаю, что мы только начинаем с сумок, а затем уже в дальнейшем мы посмотрим, что мы можем еще добавить в проект, какие интересные вещи, через что, так сказать, донести до жителей Кирова, что такое осознанное потребление и как оно важно в современном мире. Ну вот, например, да, то, что вы говорили про вещи, о том, чтобы не покупать много вещей, которые при изготовлении, которых тоже там наносит определенный вред экологии, насколько я знаю, не знаю, Соня, поправь, есть ли в Москве, знаешь, вот эти… Куда можно сдать. Да, куда можно сдать старые вещи, они впоследствии там отправляются на переработку. Есть много где, и можешь сдать в H&M, на самом деле, в Москве. Ну, H&M – это, да, это самая известная, наверное. А у нас есть магазин «Спасибо», он находится там у Парка Победы, туда тоже можно принести одежду, но просто там они принимают только сезонную одежду, потому что у них ограниченная площадь. Ну, а всегда есть комиссионки какие-нибудь, допустим, если обувь и одежда в хорошем состоянии. Поэтому есть пути. А еще, ну, наша российская традиция отдавать все младшим поколениям каким-нибудь детей, дети друзей, носят одежду других детей. Это памятка, да, что делать с одеждой, куда ее можно использовать. Нет, ну, тут я имела в виду, возможно, тоже будет какой-то там проект с этой одеждой, то есть не просто рассказать, что с ней можно делать, но, не знаю, вот так же… Собрать. Да, собирать ее как-то… Ну, вот вопрос, конечно, куда ее потом девать, как-то использовать, возможно, те же самые вот сумки, да, вы говорили из футболок, то есть какие-то такие вещи из них делать. Ну, я думаю, что мы подумаем на самом деле над этим, и у нас, так как у нас сейчас такое образуется большое комьюнити ребят-единомышленников, я думаю, что мысли по этому поводу родятся, и проект будет расширяться, и какие-то новые будут фишки, не знаю, сумки, не сумки, одежда, не одежда, но что-то будет делаться дальше. И последний момент. Вот это небольшое число мест, которые еще осталось свободными, до какого времени, то есть кто еще… до какого числа можно заявиться? До конца этой недели мы принимаем заявки, то есть завтра, 6-го числа, мы закрываем Google-форму, и все, больше мы никого не принимаем. И это заявки от школ? Это заявки от школы, есть и личные заявки, то есть не все заявились только там в школу. Есть ребята просто, у которых школа не участвует, они подали заявку, там, девочка, например, подала заявку, говорит, ну, у меня вот школа не участвует, ну, я вот хочу сама сшить и принять участие в проекте. Почему нет? И тогда она пойдет в чью-то чужую школу? Нет, почему? Она может дома изготовить, она может прийти к нам в Центр творчества, изготовить там у нас, потому что есть, да, студия дизайна одежды, где как раз-таки девчонки там шьют, есть швейные машины и так далее. Держзайте, до завтра время есть. Александра Плосконосова, заместитель директора Центра развития творчества детей и юношества Кирова, куратор российского движения школьников в Кирове, Соня Демина, Дарья Топузлиева. Мы заканчиваем дневной разворот. Всем большое спасибо. Спасибо.